Страна, Украина, отвод войск или отвод глаз Страна.УА, Украина 1 июля 2019 года В последний день июня ОБСЕ сообщило о полном разведении сил у станицы Луганской Войска отвели как украинские силы, так и формирование сепаратистов Параллельно Владимир Зеленский начал активно раскручивать эту тему, хотя ранее обходил ее стороной Он поприветствовал разведение силы и предположил, что оно станет началом полного прекращения огня Однако в это верится с большим трудом Пока в Луганской области для картинки разводили военных, да и то не очень далеко В Донецке резко усилились обстрелы окраин, которые примыкают к позициям в СУ Именно за последние дни появилось немало раненых среди гражданских на неподконтрольных территориях Да и украинская армия потеряла за июнь по официальным данным 9 человек ОБСЕ и Зеленский празднуют победу 30 июня Миссия ОБСЕ на Украине заявила о полном разведении сил у станицы Луганской 29 июня СММ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств вооруженных сил Украины На согласованные участки разведения в районе станицы Луганской завершено 30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительств у районов Луганской области В котором сообщается о том, что они завершили разведение сил и средств на согласованном участке разведения в районе станицы Луганской Написано в отчете миссии Участники СММ также напомнили хронологию событий 26 июня СММ зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирования оставили свои передовые позиции вместе с вооружением и вышли за пределы участка разведения, сказано в рапорте В течение нескольких дней миссия наблюдала, как военные с обеих сторон покидали свои позиции В СУ начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирования А сепаратисты разобрали укрытия, убрали несколько бетонных блоков и приступили к обустройству новой контрольно-пропускной инфраструктуры за пределами участка разведения Довольно происходящим и Украина Леонид Кучма, который 28 июня приехал посетить участок разведения, заявил, что после отвода сил начнется ремонт пешеходного моста через Северский Донец По нему жители Донбасса переправляются на неподконтрольные территории и обратно По сообщениям журналистов, которые пообщались с наблюдателями ОБСЕ, подразделения в СУ отошли на 500 метров, а сепаратисты – на полтора километра После выхода отчета ОБСЕ слово взял и Владимир Зеленский, в станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон Это зафиксировало и подтвердило мониторинговая миссия ОБСЕ, сказал Зеленский в опубликованном видеобращении Он назвал разведение сил первым шагом к прекращению огня, который стал возможен благодаря разблокированию Минского процесса Я не хочу обещать, что завтра будет мир, но мне кажется, что надежда на начало завершения горячей фазы войны Эта надежда появилась, сказал президент и призвал украинцев не паниковать и соблюдать спокойствие Никакой зрады нет, но и перемоги пока тоже нет Но это первый наш реальный успех Поздравляю, сказал Зеленский Мир под звуки канонады в том, что перемоги нет, Зеленский совершенно прав Пока на одном и без того не слишком напряженном участке происходило разведение сил На других только ужесточились обстрелы Страна уже рассказывала о том, что в середине июня началось серьезное обострение в районе Донецка Город впервые за длительное время услышал канонаду как в 2015 году Что интересно, у Владимира Зеленского эту закономерность никак не комментируют А по сводкам ООС никакого особого обострения на фронте вообще не наблюдается Украина преподносит ситуацию на фронте как дежурную, пусть и напряженную То есть, в риторике банковое обострение на Донбассе нет, а есть только разблокировка минского процесса О чем это может говорить? Растяжка Зеленского создается впечатление, что с одной стороны на банковой разводит войска С другой, спокойно смотрит на обстрелы Донецка И пока непонятно, какой из этих двух векторов у Зеленского будет преобладать Подобная двойственность просматривается везде Например, в теме с русским языком С одной стороны глава администрации президента Андрей Богдан заявляет Что можно разрешить Донецкой и Луганской области использовать русский как региональный Как условие возвращения ЛДНР в Украину С другой, что мешает перестать драконить русскоязычное население Тотальной украинизации на подконтрольных территориях уже сейчас После своей инаугурации Зеленский говорил, что внимательно изучит мовный закон, который Порошенко подписал в мае Этот документ, как уже разбиралась страна, противоречит не только здравому смыслу, европейским традициям, но и как минимум двум статьям Конституции Логичным шагом президента могла бы стать отправка закона в Конституционный суд Где можно было бы отменить ряд наиболее одиозных статей или весь документ целиком Однако, никаких реальных шагов в сторону языковой либерализации Зеленский не делает А только вбрасывает в информационное поле некие тезисы, о которых назавтра можно будет и забыть В том же стиле новый президент работает и по другим направлениям Что уже вызывает основательную критику его действий справа, и слева Так, сторонники Порошенко активно критикуют Зеленского не только за разведение силы в станице Луганской Недавно они упрекнули, что он допустил возвращение России в пассе И пусть их критика стоит на ложном посыле о том, что Зе якобы пытался обменять возвращение России в пассе на возвращение моряков домой Но на части избирателей, которые ориентируются на националистические месседжи, она может убедить Одновременно, Зеленский может потерять и сторонников партии мира, которые пока не видят никаких подвижек по мирному процессу на Донбассе В том числе, и по возвращению пленных При этом часть пленных вернул домой Виктор Медведчук Один из лидеров конкурирующий со слугой народа партии «Оппозиционная платформа» за жизнь Со стороны Медведчука и его политсилы также звучит критика Зеленского, не только по вопросу моряков, но и в целом по вопросу урегулирования с Россией Сперва Зеленский сделал это урегулирование своей предвыборной фишкой, а потом вообще отказался даже переговоры с Путиным вести Но параллельно дверь для таких контактов формально не закрывается, и постоянно идут намеки, что они вот-вот начнутся, после выполнения неких условий или предпосылок То есть, пока, через месяц власти, нельзя сказать, что у Зеленского есть сформированная стратегия по ключевому направлению, миру на Донбассе Поскольку на каждый шаг в сторону мира делается такой же шаг в сторону войны И в целом понятно, почему так происходит Новый президент хочет понравиться всем, и Западу, и националистам, и, на период предвыборной кампании, жителям Юго-Востока Но всех стульях не усидеть И с одной стороны рейтинг «Слуги народа» начал подтачивать голос Вакарчука, а с другой – оппозиционная платформа «Медведчук» Бойко В этом разрезе судьба урегулирования на Донбассе выглядит шапкой Не исключено, что Зеленский добьется тактических успехов на отдельных участках фронта Особенно он будет стараться до выборов Однако после них все решится в зависимости от того, какой будет конфигурация коалиции в будущей Раде Если «Слуга народа» ее создаст вместе с голосом Вакарчука, то, скорее всего, на любых подвижках по миру можно будет поставить крест И тогда политика Зеленского может быстро войти в русло стратегии его предшественника Петра Порошенко с косметическими изменениями Если же в формировании будущей структуры власти примет участие партия мира, та же оппозиционная платформа «За жизнь», то Украина действительно может поменять курс, с войны на мир Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...